Поговорим сегодня об экологии. Вернее о перекосах в экологии. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире другой формат в студии депутаты областного собрания Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. В одной из прошлых программ мы уже говорили о том, что международные экологические организации пытаются добиться ограничений в объемах освоения российских лесов. Если следовать инициативам защитников природы буквально, то недоступными для использования станут 80% так называемых малонарушенных девственных лесов. На этой территории, по мнению экологов, должны расположиться заповедники, заказники и национальные парки. Причем это стремление защитников природы не ограничивается Архангельской областью. Под угрозой оказались все регионы России, где лес – основной источник дохода. Эта тема, кстати, уже была предметом обсуждения Комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельского областного собрания депутатов. Тогда мы решили обратиться в правительство России с предложением взять на себя ведение диалога с западными экологами. И вот в конце прошлой недели эта история получила свое продолжение. Экологическая организация Greenpeace разразилась в адрес депутатов Архангельского областного собрания статьей, прочитав которую у тех на голове зашевелились волосы. Настолько страшную картину нарисовали для нас эти экологи. По их мнению, в Архангельской области уже не первое десятилетие леса осваиваются интенсивным путем, то есть бездумно вырубаются без оглядки на то, что останется на месте Поморской тайги для будущих поколений. По мнению активистов международной организации Greenpeace, из-за этого у Архангельской лесной отрасли только одна перспектива – скорая и быстрая деградация с закрытием или сокращением производства на многих крупных предприятиях из-за истощения экономически доступных ресурсов с хвойной древесины. А сам лес находится на грани экономической, социальной и природоохранной катастрофы. Что ж, по мнению экологов, нужно сделать для того, чтобы этого не случилось. Все то же – превратить большинство архангельских лесов в заповедники, а лесозаготовителей заставить согласиться с добровольным мораторием на освоение части лесного фонда, переданное им в аренду. Однако не будем поддаваться панике и посмотрим на эту ситуацию объективно. Говоря такие слова, экологи почему-то умолчали и о модернизации крупных лесоперерабатывающих предприятий региона, на которые требуются миллиарды рублей, и о масштабных работах по лесовосстановлению, которые проводятся арендаторами леса, и об открытии Устьянского лесного семеноводческого центра, проектная мощность которого позволяет обеспечить потребность в саженцах всего юга нашей области. Вот лишь некоторые самые заметные и слагаемые стабильного будущей отрасли, которые сегодня выстраивает областная власть совместно с крупными предприятиями этой сферы. Так чего же на самом деле добиваются зарубежные экологи? Неужто у них так сильно именно сейчас заболела душа за наш лес? Что они готовы криком кричать о том, что мы якобы стоим на краю пропасти, не замечая при этом перспективу, которую мы сами для себя создаем там, где, по словам Гринписа, простирается бездна? Не думаем. Так в чем же истинная причина столь жесткой и непримиримой позиции? Санкции, внешнее давление, непримиримая позиция Запада – эти термины наверняка уже слышал каждый из нас, а многие они и вовсе набили уже оскомину. Однако такова политическая реальность, в которой сегодня живет наша страна. Россию в последние годы только ленивый не пытается наставить на путь истинный, научить, как мы должны жить, как работать, на что тратить деньги и силы. И порой западные учителя переходят в своем стремлении навязать нам свои ценности от слов и политической риторики к экономическим действиям. Благодаря санкциям наши банки уже не могут брать кредиты на западных финансовых рынках. Нефтяники не могут вести переговоры о поставках оборудования для буровых вышек. Даже военные не могут сверить часы с западными коллегами в борьбе с терроризмом. Похоже, настало время еще одной отрасли – лесной. Ведь если мы не прислушаемся к добрым советам международного Гринпис, то производители известной на всю Европу архангельские доски в два счета могут лишить экологических сертификатов, без которых поставки на запад попросту остановятся. Впрочем, примимые их советы и сделай, как хотят защитники так называемой природы, лучше не будет. У наших лесоперерабатывающих предприятий просто не останется сырьевой базы. А это значит, что заводы встанут, люди останутся без работы, а бюджет – без налогов, а следовательно, без социальных выплат останутся и наши жители. Вот перед таким непростым выбором поставили нас друзья природы Запада. Что не выбирай – проиграешь. Так может быть, в этом и заключается истинная цель западных неправительственных экологических фондов, учредителем которых в большинстве случаев являются крупные международные корпорации. Поставить нас перед таким выбором, в котором все варианты ответов неправильные. И сегодняшний наш опрос звучит следующим образом. А как считаете вы? Для чего международная организация Гринпис пытается запретить вырубку леса в России? Первый вариант ответа – это один из видов санкций против России. Второй – они ратуются исключительно за сохранение лесов, пусть и в другой стране. И третий вариант – трудно сказать однозначно. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. На своих экранах вы видите адрес нашей электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы. Также на этот опрос вы можете ответить на сайте 2.9.4. До свидания и всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова